Любой глава, безотносительно Хакасия, или соседи Красноярский край, или это Москва, должны иметь сильную пресс-службу. И центр, из которого исходит достоверная, оперативная, правдивая информация, должен быть один. Один, понимаешь? Если в каждом министерстве будут принять пресс-секретари, и они каждое свое будут давать, это какая информационная политика была? У нас в России что, много центров, что ли, дают, извините меня, сегодня время очень жестокое и страшное. И надо, понимаете, самое главное, тяжело сегодня всем коронавирус, на карантине большинство людей, ноги на удаленку, в том числе бюджетники. И понимаете, некоторые люди, где-то путем, я имеющее отношение к пиару, к продвижению, может неопытные где-то, понимаете, неумелыми выступлениями нагнетают вот эту обстановку тяжелую. Это очень реально. И я вижу такие факты у нас в информационной политике. К сожалению, информационной политикой в наше непростое время должны заниматься грамотные, умные люди. И центр, на мой взгляд, информации должен быть один. И это никакое не наступление на свободу СМИ, на разность мнений, понимаете? Бороться с той бедой, которая нас посетила, мы должны к ним фронтам. У нас есть штаб, понимаете? Откуда, во-первых, там рассматриваются все последние вопросы, там достоверная информация, там принимаются решения. Я знаю, чем связан, предполагаю, с чем связан этот случай. Так сказать, с информацией, которую выдали медики. Посмотрите, какой скандал сейчас идет вокруг спикера парламента Хакасии. Завязали сюда врачей. Из пальца высосано. Вот понимаете? Из пальца высосано. Вот просто из пальца высосано. Никаких медиков не обижали, ни на кого не наезжали. Вопрос стоял об организации административных моментах, понимаете? В медицине. А грамотной организации. А, так сказать, продуманной стратегией в этом плане. Но никак не наезды не были на медиков, которые у нас на высоте. И наши два депутата медика, умницы, прекрасные врачи, зерые люди, хорошие депутаты. Никто их не обижал. Понимаете, как сегодня из них делается вот эта политика? А ведь какая сегодня должна быть политика? Политика сегодня должна быть одна. Как принести благо Хакасии? Как выйти из кризиса? Как сделать так, чтобы у нас меньше было зараженных? В том числе в медицинских учреждениях. В медицинских учреждениях. Понимаете, абсурд ситуации. Не где-то люди в магазине или где-то дома заражаются, а в медицинских учреждениях. Как это предотвратить? Что нужно сделать? Какие формы, методы этому есть. Потому я считаю, сегодня страшное время, когда я впервые в моей жизни сталкиваюсь с таким временем, я уже взрослый человек, когда страна на карантине, субъекты, вернее, регионы на карантине, когда многие люди на удаленке. Ведь надо все делать умно и грамотно. Этим даже заниматься. Умно и грамотные люди с политическим мышлением, которые владеют ситуацией, которые не допустят. Понимаете, вот этих нюансов и так тяжело, а мы еще выбрасываем туда, усугубляем ситуацию. Ведь это, понимаете, может привести вообще к потере контроля. Это мое мнение. Вот лично мое мнение. Ни с кем не согласованное. Вот я его вам говорю, как человек, как председатель союза журналистов. Вы как депутат Верховного Совета. Я вижу, что происходит. Может, каких-то нюансов я не знаю. Я не стою в рулях, где делается политика. Я немножко встану, понимаете? И я просто анализирую своим умом, зная многих людей, зная их способности, зная, на что они. Понимаете? И тут, кстати, журналистам, не только организаторам, понимаете, пресс-службам и руководителям информационных потоков. Тут еще журналистам надо быть очень ответственным с этим словом. Да, надо давать разные точки зрения, мне людей давать. Но стратегия борьбы вот с этой вирусом, с этой бедой, которая нас сегодня постигла, должна быть четкая, продуманная, грамотная. Мы должны знать, куда мы идем, с какой целью, какие результаты должны получить. Вот и все. Это никакие наезды. А вы представляете, а если бы это было в войну, не дай бог. И каждый у нас один информацию дает из партизанского отряда, другого одного фронта, с третьего. Мы же живем в стране. И чем четче власть будет работать над преодолением вот этих трудностей, тем быстрее мы закончим эту страшную историю жизни и страны, и нашей Хакасии. Потому нужно очень умно этим заниматься. Очень. А не так, кто лесок, кто под роман. Но вопрос как раз в этом, что нет сильной пресс-службы, нет внутренней информационной политики сильной. Кто за этим стоит? Одним-то циркуляром вопрос не решить, запретить говорить, что они там... Вообще-то они должны это устно понимать. Они должны это понимать, что они в одной лодке и знать, что говорить. Лариса, я за то, чтобы у власти были профессионалы. Только профессионалы, грамотные люди, подготовленные. Понимаете, у нас и так много творится чудес, образно говоря, из-за того, что во главе каких-то процессов стоят неподготовленные люди. Я не хочу, чтобы это усугублялось. А СМИ, информационная политика, формирование этой политики, формирование повестки дня, это супер тема. Это даже впереди экономики. Понимаете, я бы даже сказала, что люди услышат, что узнают. Но человек, который этим занимается, должен знать, зачем он это делает, с какой целью делает и какой результат он хочет получить. А если это так болтают, один одно, другой другое, это вред наносит всем. Понимаешь? Вред. Нам сейчас думают, как давать информацию и как с бедой этой справиться. Как тогда выстроить это, чтобы у нас и болели пачками люди, чтобы у нас медицинским учреждением все нормально было. Как у нас должно быть все организовано? Конечно, это сложно. Мы впервые столкнулись с такой бедой. Тем более после таких реформ здравоохранения на уровне России. Ведь оптимизировано уничтожили начальное звено здравоохранения. Его практически уничтожили. Да сокращались. Теперь мы сталкиваемся, понимаете, слава богу, все уничтожили. Не удалось реформаторам это сделать. Иначе как бы мы отцу беду встречали? Слава богу, что инфекционные еще эти больницы не закрыли. Слава богу, что они есть. И врачи-инфекцисты, слава богу, есть. Сейчас все остальные специальности врачей, так сказать, проходят эти обучения. И врачи на переднем крае. Нужно в пояс поклониться этим людям, которые ежедневно жестуют своим здоровьем, своей жизнью. А управлять этим всем процессом должны грамотные люди. Грамотные. Начиная от руководителей первого звена, от их заместителей, от руководителей, я имею в виду, министерств, ведомств. Нужно, понимаете, отдавать ответственность, что ты говоришь, где ты говоришь и для чего ты это говоришь. Просто сегодня нельзя допускать ошибки, которые, к сожалению, у нас случаются. И надо посмотреть, кто должен этим заниматься. И спрашивать за эти ошибки. Понимаете, сегодня, на мой взгляд, не хватает спроса еще. Совершу ошибку, ты ответь за это. Любой чиновник на любом посту, с него должен быть спрос. Он должен понимать, что он отвечает за все, за итоги работы, за результаты работы. Если ты все завалил, извините, ответь за это. Очень сложно, что у него спроса нет. Вот это еще слабое звено у нас. Каждый будет отвечать, потому что зарплаты приличные. Возможности у руководителей тоже. Ну ты руководитель, у тебя административный аппарат в руках. Люди смотрят на тебя. Ты не имеешь права на ошибку. Не имеешь просто. А уж давать информацию, это большая ответственность в наше непростое время. Вот и все. Сегодня это дело. Какое наступление на свободу в СМИ, когда вести должны быть профессионалы. Ответственность должна быть и за дело, и за слово. Тогда у нас будет все получаться, а не в разлет все идти. Вот-вот разлетится все. Мы все желаем блага своей стране, своей республике, своим людям. Поэтому надо думать. Крепко думать, кого назначать на направлении работы. И спрашивать с этих людей. Не способен, а освободи. Освободи место для людей, которые... У нас много вменяемых, толковых, талантовых людей. Да и в Какасии тоже. Их можно найти. Которые готовы работать. Лариса, не за зарплату, когда приходят, а сколько вы не заплатите первым делом. На интересы дела. Я хочу увидеть людей во власти, которые работают на интересы дела. Вот я хочу увидеть этих людей. Тогда по-другому результаты другие будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!